Vim – свободный текстовый редактор, созданный на основе более старого V. Ныне это один из мощнейших текстовых редакторов с полной свободой настройки и автоматизацией, возможными благодаря расширениям и надстройкам. Пользовательский интерфейс Vim может работать в чистом текстовом режиме. Существует и модификация для использования в графическом оконном интерфейсе GVim. Многие пользовательские команды в GVim могут вызываться через соответствующие пункты меню. Основное отличие от обычных текстовых редакторов. Одна из главных особенностей редактора – применение двух основных вручную переключаемых режимов ввода, командного и текстового. Существуют и другие режимы. Vim неинтуитивен, так что эффективная работа с редактором требует предварительного обучения. Функциональность. Обзор. Избранные улучшения Vim. Сравнение с классическим Vim отличается следующими улучшениями. Работа со многими файлами одновременно. Разбиение окон. Редактирование может производиться многократно как по горизонтали, так и по вертикали. Поддержка Unicode. Поддержка визуального режима, который позволяет, например, выполнять операции над блоками текста. Неограниченная глубина отмены и возврата действий. Режим сравнения двух файлов. Перенос отдельных изменений из одного файла в другой. Широкая файловая поддержка. Подсветка синтаксиса. Автоматическое определение величины отступа для каждой строки в зависимости от языка программирования. Интеграция с операционной системой, дающая возможности, близкие к интегрированным средам разработки, такие как поиск ошибки по сообщению компилятора. Автодополнение идентификаторов и ДР. Поддержка языка сценариев. Возможность написания модулей расширения плагинов. Автоматическое продолжение команд слов, строк целиком и имен файлов. Автоматический вызов внешних команд. Распознавание и преобразование файлов различных форматов. Удобный механизм истории команд поисковых слов и т.д. Записи и исполнение макросов. Возможность сохранения настроек и сеанса. Возможна интеграция с языками. Программирование Perl, TKL, Python и Roby. Поддержка языков с письмом справа налево. Сворачивание текста для лучшего обзора. Возможна использование графического интерфейса в специальных версиях. Хорошо конфигурируется и настраивается под нужды пользователя. Для программистов поддержка цикла разработки, редактирование, компиляция, исправление программ. Автоматическое выполнение сборки, компиляции. Обнаружение и распознавание ошибок. Переход к строкам ошибок в тексте программы. Для поклонников V. Практически стопроцентная совместимость с V в редакторе Vim удалось объединить все наиболее значимые усовершенствования V. Справочная система VimVim имеет достаточно удобную и подробную справочную систему. И систему навигации и перехода между ее разделами. Чтобы открыть любой ее раздел, достаточно воспользоваться командой Help в командном режиме. Например, чтобы узнать, как написать собственный плагин для Vim, достаточно набрать Heopride плагин. Терминология. Буфер. Временное хранилище текста. Каждый редактируемый файл связан с единственным буфером. Окно. Часть экрана. Для просмотра, редактирования одного буфера. Каждый буфер может быть размножен на неограниченное количество окон. Кладки. Механизм группировки и переключение между группами. Окон. Именованный регистр. Именованные хранилища текста для множественных вставок. Регистр по умолчанию. Неименованные хранилища текста. Аббревиатуры. Сокращение. При наборе в виде отдельных слов автоматически разворачивающиеся в заданный текст режимы работы. Нормальный режим по умолчанию. Vim начинает свою работу в нормальном режиме, который также называют командным. Нажатие клавиш в этом режиме воспринимается как команды. Среди команд нормального режима есть односимвольные команды. Так, например, нажатие доллар приведет к перемещению курсора в конец строки. Нажатие клавиш 0 в начало D. К удалению части текущей строки от текущего положения курсора до конца. К замене части текущей строки от текущего положения курсора до конца и Т. Д другие команды для своей работы будут ждать дальнейшего продолжения ввода. Например, F ответственна за быстрое перемещение в строке к следующему набранному после себя символу, поэтому после нажатия F Vim будет ждать набора этого символа, чтобы использовать его в качестве искомого. После нажатия Y, D, C и других подобных управляющих клавиш Vim будет ожидать дальнейшего ввода команд, задающих объект, над которым будет произведено действие, так, да удалит текущее слово под курсором AD$ все символы начиная с текущего положения курсора и заканчивая концом строки. Подобные очень простые команды используются не только в ручном режиме, но и при задании сложных последовательностей действий. Нормальный режим – это центральный режим, из которого осуществляется переход во все остальные. Из любого режима в командный режим можно перейти, дважды нажав клавишу ESC. Режим вставки – режим вставки, в котором производится ввод текста. Для перехода из командного режима в режим вставки можно нажать или… Также существует ряд других клавиш и их сочетаний для перехода в режим непосредственного редактирования текста. В этом режиме Vim работает так же, как и большинство обычных текстовых редакторов. По умолчанию набранные символы не воспринимаются как команды, а вставляются в существующий текст. Однако даже в этом режиме можно задать особые действия редактора, выполняемые при нажатии определенных клавиш или их сочетаний. Как пример можно задать, чтобы при наборе открывающейся скобки сразу же добавлялась парная ей закрывающая скобка и курсор устанавливался между ними. Для вставки, удаления, изменения и автодополнения текста также могут использоваться клавиатурные сочетания. При наборе слова аббревиатуры это слово автоматически заменяется на заранее заданный текст. Режим командной строки – этот режим вызывается нажатием. Из нормального режима за двоеточием следует сложная команда, которая после ввода передается на исполнение нажатием Enter. После выполнения команды редактор возвращается в нормальный режим. К этому режиму также относятся команды поиска дальше по тексту, поиск назад по тексту и команда фильтр для передачи данных внешнему фильтру. Визуальный режим Визуальный режим отсутствовал в ВИИ. Впервые появился в ВИИМ. Он чем-то схож с командным. С помощью специальных управляющих команд в сочетании со стрелками и командами навигации можно посимвольно, построчно или в виде блока выделять фрагменты текста и затем применить к ним команды нормального режима. Редактирование в этом режиме проще, чем в нормальном, потому что четко видно, к какому блоку текста будет применяться вызванная команда редактирования автоматизации операций. Способность ВИИМ различать текстовые объекты позволяет задавать последовательность действий для автоматизации определенных операций. Так, после команды нажатия F7 преобразует любое слово под курсором в XAMLTEC. К примеру, если текущее слово под курсором DIF, то оно будет преобразовано в ELD, DIF, ICT, ELD, DIF, ICT. Если TRANSFORM, то VELD, TRANSFORM, ICT, ELD, TRANSFORM, ICT и T, D. ВИИМ способен на гораздо более сложное преобразование. Можно задавать и свои функции для преобразования данных и автоматизации рутинных операций. Все действия, которые осуществимы в ВИИМ вручную, могут быть автоматизированы. История версий. Портируемость. Одно из достоинств редактора ВИИМ. Доступность для множества операционных систем. Это особенно актуально для системных администраторов, которым приходится редактировать файлы на разных платформах. ВИИМ работает на следующих операционных системах в Windows и DOS, Unix подобных, включая Linux, BSD и Mac OS, iOS, Android, AmigaOS, Atari Mint, BIOS, NextTip, OS 2, OSF, RIS, COS, SGI, VMS, VimTouch. Для OS Android, использующий сенсорный экран как основное устройство ввода, Дэвид Тау написал адаптированную версию VIM, VimTouch, в настоящее время распространяемую на условиях Apache License. Наградой с 2001 по 2004 годы, Vim являлся победителем устраиваемого Linux Journal конкурса Readers Choice Awards в категории «Любимый текстовый редактор». Он также получал награды Linux World Editors Choice Awards в 1999 и Slash Dot Binnie Awards в 2000. Лицензия Vim распространяется по GPL совместимой лицензии известной как Cheritivar. Часть средств, пожертвованных на разработку Vim, тратится на поддержку «Сироту Ганды» посредством организации ICCF Holland. Расширение Vim. Общее число расширений, доступных на официальном сайте, составляет более 3000. К популярным расширениям Vim в частности относятся MiniBuffer Explorer Taglist для просмотра структуры программных файлов BuffExplorer Clostage для более удобного закрывания тегов при редактировании их MailExaml файлов SuperTab для автодополнения слов нажатием Tab Project для организации файлов Проекты для более удобной навигации по ним Indexer для генерации тегов с помощью KTags для всех файлов, входящих в проект Теги нужны для быстрого перемещения от вызова функция к ее объявлению, для получения списка членов структуры или класса и т.д. Список популярных расширений Vim по популярности их на JetApp, App, VimOS, com. Благодаря гибкости возможностей, предоставляемых посредством расширений, Vim также можно использовать в качестве персонального вики.